меня зовут стас я приветствую всех на канале чок-чок сегодня будем продолжать отстреливать линейку sporting life производства компании carlson's carlson's это очень известный американский производитель который производит дульное устройство уже более 40 лет устройство это состоит из конуса 025 конус параболический и стабилизатора более того тут есть предстабилизационная часть о которой мы позже потом поговорим отдельно поподробней которая позволяет этому устройству чуть более кучно работать с более крупными номерами дроби для чего это сделано для достижения его универсальности чтобы вы могли где-то пошире мелочи устрелять и в то же время если нужно там допустим ближний бой по гусю обеспечить там 12 35 до чтобы ну там диапазон будем говорить ближних дистанции да но не дистанции формата скит вот поэтому сегодня будем его изучать выводы сделаем после отстрела а сейчас предлагаю начать вот с 15 метров потом 25 и 35 крайний диапазон работы этого устройства 35 метров озвученный то есть по стабильному бою поэтому будем уже здесь по факту смотреть на каких боеприпасах и как именно он будет работать начинаем с 15 метров семерка 28 грамм в левой мишень фетеровская и фетеровская семерка 33 граммов правую мишень оба патрона контейнерные но я считаю что для дистанции 15 метров уже бой достаточно широкий значит по уточки уже ничего разбивать у нас не будет на этом на этой дистанции устройство сделала пока свои первые два выстрела поэтому по конусам сейчас маленько она буквально хотя бы выстрелов здесь сделает об катается сама поверхность непосредственно конусом и от этого уже будем исходить смотреть по равномерности боя и все такое сейчас пока оцениваем только ширину работы диапазон использование этого устройства я считаю что от 15 метров даже 33 грамма уже можно стрелять принципе небольшое кучнение на центре присутствует но в принципе в общем и целом бой достаточно уже такой широкий и можно в принципе от 15 смело работать даже 33 граммовым патроном по уточке пойдемте на 25 метров и будем продолжать смотреть эти же два патрона фетр семерка 28 грамм в контейнере и фетр семерка в контейнере 33 грамм 25 метров современные системы которые на сегодняшний день довольно таки широко используется по всему миру и производится на территории соединенных штатов америки они сделаны таким образом чтобы именно помочь стрелку значит в настройки самой ружейной системы подходом демократического отношения к применяемому боеприпасу можно так сказать то есть устройство она достаточно демократично относится к патронам не придирается к их качеству способна стрелять в принципе боеприпасами даже среднего качества достаточно хорошо вот по равномерности боя у меня уже вот со второго третьего четвертого выстрела никаких вопросов уже не возникает вообще я считаю этот бой эталонным боем немножечко буквально она еще поработает и еще лучше начнет соответственно выкладывать картины на мишенях по выстрелу 28 грамм но здесь я маленько как всегда я сбоку видите обвожу то есть вот так вот она должна была пройти у нас черточка и здесь вот по 33 грамма но опять же ну что может быть лучше что еще можно требовать от устройства для для ближних и средних дистанций формата мид то бишь устройство им про и цилиндр линейки спортинг лайс его можно в охот варианте назвать устройством mid range чтобы вы понимали это ближний мид если light мод это дальний мид и может работать в формате ближнего лонга и дальнего мида то здесь по большому счету это ближний мид который уже приближен к работе скита но еще естественно не может давать настолько широкий бой который способен давать сам скид по равномерности сами тоже все видите объяснять тут ничего не надо не первый год ведем наш канал все кто нас постоянно смотрят тем более понимают уже как читать мишени поэтому в принципе продолжаем дальше наш отстрел на 25 метров и разбираемся с работой устройства фетр пятерочка без контейнера в левую мишень 32 грамма и в контейнере в правую мишень так пятерочка 32 грамма в контейнере без здесь стреляли без контейнера но я считаю что компания карлсонс вот финальный уже вот вид образ систему финальном виде этих устройств которые они разработали именно с учетом значит особенности нашего российского боеприпаса они сделали просто но бомбические примут устройство вот всю линейку почти что мы уже отстреляли и бой везде он просто колоссальный устройство достаточно универсальное можно где-то и пошире добиваться потуже добиваться по равномерности боя там по применяемым боеприпасам все в формате хорошо отлично идеально то есть по большому счету бой идет каких-то даже выстрелов чтобы вот именно назвать его нормально но они все были хорошими и отличными очень много было идеальных прям зачетных выстрелов поэтому в принципе вот оценивайте то что мы вам показываем учитывайте что эти устройства уже на сегодняшний день партию готовят к нам к отправке в россии скорее всего когда вы будете смотреть это видео они уже будут у нас на складе и в предыдущих сериях я уже детально обсудил с вами как работают эти системы на чем основаны эти линейки и так далее поэтому вот смотрим пятерочка 32 грамма без контейнера и пятерочка 32 грамма в контейнере сто процентов идеальный бой везде по сути скажу что ксг центра нигде нет везде работают устройство именно в среднем радиале соответственно поэтому считаю что устройство работает по сути и где аль но 25 метров это уже очень комфортная дистанция для работы с этим устройством сейчас на 25 метров также постреляем еще троечка единичка для гусятников и будем отодвигаться дальше значит у нас троечка без контейнерная фетр 32 грамма и троечка контейнерная фетр 32 грамма в начале этой серии когда мы с вами только начинали разговаривать об этом устройстве я вам сразу сказал что в геометрию этого устройства заложена система значит 025 сужение параболическая предстабилизатор и стабилизационная часть то бишь стабилизатор зачем нужен предстабилизатор и почему компания carlossens решила использовать 025 именно параболический объясняет параболические конуса они на поражающем элементе которые имеют наибольшую стабильность работают значительно кучнее чем чем когда через них проходит поражающий элемент с меньшей инерционной стабильностью и то бишь другими словами чем легче ваша дробинка ну то есть чем легче чем чем меньше номер дроби тем он стреляет шире на параболических конусах чем тяжелее ваша дробь то бишь чем тяжелее сам поражающий элемент и тем чем крупнее сам номер дроби да тем это устройство больше будет создавать коэффициент сгущения к центру это было сделано для того чтобы именно сделать это устройство максимально универсальным и если мы сейчас посмотрим на выстрел троечки допустим да она значительно тяжелее чем пятерка и соответственно значит а именно инерционная послеконусная составляющая характеристика этого поражающего элемента значительно имеет высшие показатели чем выше показатели чем у пятерочки то вы увидите что мы сразу начинаем получать видимый прямо нами сразу коэффициент сгущения на центр снаряда это и сделано было для того чтобы значит добиться от устройства универсального использования на чуть подальше если вы стреляете крупными дробями ну то бишь другими словами чтобы кучности хватало на 35 и даже до 40 метров там работы по гусю где-то даже и может и до полтинника при значительно широком бои которые чем тот бой который может обеспечить тот желает мод модифайт 063 и так далее поэтому это все вы видите но зачем тогда понадобился предстабилизатор предстабилизатор разгружает угловую составляющую фронтальных дробин пучка дроби который проходит значит у нас по конусу пучок дроби до фронтальные дробины это дробины которые находятся вдоль вот окружности да и он разгружая их инерционную составляющую позволяет устройство сделать вот такой вот ореол вокруг коэффициента сгущения на даже это не центр это именно средний радиальный коэффициент сгущения на центр это когда у вас вот здесь сгущается все тут средний радиальный ксг то есть мы можем взять буквально вот все четыре квадратика я не будут то есть невозможно будет толком сказать что это вот прям конкретно какая-то вот эту часть можно было бы поместить центр и вы также бы ее приняли за центральный бой вот так будем говорить вот соответственно вот это и дает возможность вам стрелять универсальные поражать вашу цель вы получаете устройство способной тройкой стрелять достаточно далеко для 0 25 конуса и при этом на ближнем бою если вы промахнулись предмет охоты и он оказался где-то вот у вас на фронтах тот же там зайчик допустим да там или гусик на ближнем выстреле то вы все равно имеете возможность его добывать такого типа системы они используются только в америке потому что во первых они запатентованы а во вторых упал тонко управлять поражающим элементом внутри дульных устройств иметь системы которые это могут делать на сегодняшний день это может только америка делать американские производства могут это делать только и никто больше там столько не хватит опыта и знаний на других производствах чтобы вот такие вот устройства создавать знайте это по значит контейнерному боеприпасу поскольку тут друг находится внутри стаканчика соответственно предстабилизатор он уже влияет на более глубокую массу более глубоко он влияет на значит разгрузку инерционки значит поражающего элемента внутри пучка соответственно у нас более плотно выходит на спектр фронта вот дробинки и поскольку они сюда вышли более плотно то и сам центр у нас он больше загрузился на центр и разгрузилась средняя радиальная часть но по об этом тоже нужно понимать и когда вы отстреливаете эти устройства и готовитесь к своим охотам вам в любом случае лучше будет пострелять тем патроном тем патроном поглядеть какой патрон лучше заходит именно для ваших охот и соответственно значит путем подбора боеприпаса определить для себя необходимый для вас бой вашего ружья по равномерности боя сами все видите ничего тут в принципе объяснять не нужно все четко для выстрела 25 метров бой идеально то есть работает ну на оценку хорошо это точно просто патроном и сегодня даже подбирать заморачиваться не будем стреляем всем что есть некогда но ничего такого особого делать и плюс у нас нет ключа для того чтобы мы могли притереть устройство на стартовые все ключи остались кемерово то есть мы устройство закручиваем типа подтягивая просто пластинкой металла либо ножиком вставляют в пазы то есть нечем вообще с ними работать поэтому будем стрелять так как есть главпатром а главпатрон однерочка био 36 грамм без контейнера и фетр в контейнере однерка 36 грамм так ну продолжим разбор полетов наших идеальный просто бой вот для гусятников стреляющих до полтинника чтобы ошибка не выцеливать особенно когда знаете гусь налетает ну в чечела садится прям до или когда вы его обычно гусятники часто как делают то есть когда уже гусь вот почти сел в профиля он то есть перед самыми профилями начинает так махать крыльями останавливая свой большой вес он по сути замирает на одном месте и в этот момент начинается стрельба потому что там не надо брать ни упреждений ничего там можно просто бегло но выбивать там буквально по три по четыре гуся успевать даже на пока он еще не набрал скорость и не возвелся вверх так вот для такого выстрела до для таких охот вот это бой это прям идеальный бой во первых на центре у нас тут аж 7 дробин пришло как вы видите как только мы переходим к более крупным дробям то есть у нас устройство начинает стрелять значительно кучней то есть она эту крупную дробь как мелочь не раскидывает когда вы стреляете со своих штатных ноль двадцать пятых они за счет большого количества допустим семерки значит поражающего элемента в патроне они вроде как хватает вот кучности только вы переходите на более крупные дроби у вас сразу вот так разлет это все из-за того что конуса применяется обычные не параболические предстабилизационных частей там в геометрии не предусмотрено система при стабилизации не работает стабилизаторы как таковые тоже не о чем-то коротенькие совсем поэтому и бой вы получаете но неадекватные вообще оружие должно настраиваться более более правильно и бой должен быть именно вот рабочим хорошим боем с необходимой кучностью с необходимой равномерностью и так далее я считаю что вот эти выстрелы они прям эталонные выстрелы для для устройства с конусом 0 25 миллиметра который может обеспечить в принципе и широкий бой на мелких дробях потому что ими он будет стреляет шире и в то же время можно тянуться и даже и до полтинника тут гусю хватит нефиг делать мы стрельнем потом посмотрим так ну и у нас контейнерный боеприпас я тоже считаю прям вот настройка таким образом одни ручки чтобы у вас и на фронтах если вдруг где-то вы взяли какие-то упреждения не туда промахнулись тогда и гусь оказался где-то вот здесь или зайчик неважно то вы в любом случае его добьете и при этом на центре сами видите хватит хоть кому даже козе хватит здесь тут косуля от такой атаки упадет не то что гусь так в принципе по этому вопросу поняли 25 метров обозрели ну и предлагаю уходить на 35 метров и я даже думаю знаете как давайте сделаем поскольку это устройство оно в принципе работать должно в диапазоне значит 12 35 мы отстреляемся 33 метра мне просто неохота грязь там месить постоянно вот и под и стрельнем 40 то есть постигнем ее как бы критически дальний диапазон там у нас получится если я буду с планшетки стрелять на земле там деревянную бросили лоток то получается получится 42 метра то есть стрельнем 33 42 так будет нам я вам уже показывал на видео и не раз что это только бестолычи могут видеть разницу между 33 и 35 метров как существенную на самом деле для выстрела 2 метра они ни о чем вообще не по ширине боя в этом особо это не увидите ничего вообще 7 с половиной 28 грамм стреляем в левую мишень и семерочка 33 грамма правую мишень 33 метра произошли оба выстрела центр боя вот я считаю вообще идеально работает вот еще миши не отметил одну точечку считаю очень ровно комфортно комфортно с отсутствием по сути ксг центра даже вот если стрелять допустим площадку спортинг хватит тут на все без проблем эта особь еще будет работать и 40 метров даже она будет работать и семерочка 33 грамма здесь вот тоже я еще не все отметил плохо видно на бумаге но тоже но 33 грамма что еще нужно для охоты бой широкий тут можно вот по сути вот ваш черок а вы допустим стрельнули ну скажем взяли упреждение это больше чем нужно или меньше чем нужно да он везде будет бит вы по большому счету если мы вот так вот проведем черту и замерим вот эти три расстояния ну здесь 40 сантиметров будет что здесь что здесь будет 40 сантиметров тут у нас 82 сантиметра по большому счету весь лист то есть 35 40 сантиметров от 35 примерно будет от 40 что еще нужно от боя по уточке вы можете реально промахиваться на 35 40 сантиметров по утке и все равно ее сбивать для чего более кучный бой но люди берут на уточку не понимаю вообще тем более что с этой кучностью это до 40 как минимум еще может утка падать а дальше 40 кто стреляет утку но они ее навряд ли стреляют семеркой на самом деле ну если стреляешь утку в диапазоне 20 50 это уже как ранее по крайней мере шестерочку лучше использовать а то и пятерочку лучше такие вот дела но осыпи везде равномерные наполнение всех фронтов все четко вообще даже разговаривать здесь об этом не буду сами все видите идем дальше так стреляем 33 метра пятерочка без контейнера 32 грамма фетровская и пятерка в контейнере 32 грамма фетровская так и теперь очень важный момент в настройке параболических систем с учетом их особенности работы внимательно смотрим давайте сначала раз поезд рассмотрим бой пятерочки я считаю что этот бой идеален для пятерки выстрел 33 метра вы представляете что он перекрывает полностью весь этот лист но это не самое главное что мне нужно чтобы вы поняли вот что мне надо то есть смотрите плотность залегания дробин видите здесь 156 штук убирая плотность залегания дробин видите оценили вот чисто по маркеру смотрите потому что пятерка еще дырявила по маркеру еще на раз ставлю и креплю соответственно вы должны понять что поскольку это устройство мелкими дробями стреляет значительно шире чем крупными дроби более крупными дробями да то пятерка у нас прилетела кучнее чем семерка если вы работаете в диапазоне 15 45 на этом устройстве вам проще взять пятерку и просто стрелять пятеркой потому что на дистанции 40 45 метров пятерка еще будет работать как бы это вам не казалось но не привычным многие просто еще не привыкли к тому что системные устройства работают совершенно по-другому чем эти беспонтовые штатные чоки поэтому вы должны четко осознавать этот момент что дальний выстрел разумно использовать более крупной дроби потому что не поражающий эффект лучше раневая баллистика выше показатели соответственно и благоразумно было бы и системе стрелять более мелкими дробами которые стреляются до 30 33 метров значит стрелять более широко они должны да потому что вы стреляете от 10 до 33 примеру метров а если вы стреляете все-таки 20 45 основной диапазон выстрела то вы должны взять более крупную дробь но тогда и устройство должно обеспечить более кучный бой чтобы поражающего элемента хватало на дистанции вот вот эти устройства как раз таки и созданы для того чтобы обеспечивать вам тот необходимый бой здесь нужно правильно научиться пользоваться то есть вот этот смысл работы с параболических систем вам надо прям понять тогда вы эти устройства оцените прям конкретно и вы просто кроме них ну не станете ничем больше пользоваться вот что система анаконда на более крупных дробях чуть кучнее стреляет на паттер мастерах анаконда мид рейндж что вот эти вот системы они все заточены на на параболе то есть парабола она как работает смотрите еще раз крупно чтобы просто можно было нарисовать парабола конус это вот вот параболические конуса то есть они не ровная прямая я просто крупный схематично рисую чтобы вы понимали это все а это именно парабола соответственно более мелкие дроби которых инерционная стабильность слабая они вот под таким углом выйдут когда ударятся оба фронтальную часть конусную потому что у нее вес вот именно суда ее толкает с меньшей стабильность а просто отрикошетит сразу а более тяжелая дробь попадая в на параболу она уйдет в половину с меньшим углом а то и даже меньше чем еще меньше угол будет потому что вот сюда вот это вот стабильность инерционных сил они не стабильно толкает вперед вес потому что позволяет именно из-за этого у вас и существенная разница будет на картинах между более крупными дробями то есть более тяжелым поражающим элементом и более мелкими дробями то есть более легким поражающим элементом вот это просто для себя осознайте и все и вам станет намного проще настраивать параболические системы но вы должны понимать что в этой линейке парабола используется только на 025 то есть это не значит что вы сейчас всю линейку начнете искать в этом подходе где-то используется много композиционные части так ну и у нас не разобранным еще остался же выстрел получается пятерка в контейнере правильно же я понимаю а а то я уже забыл чем стреляли пока тут разбирали одно и как видите то есть опять же у нас вот но опять я чуть ниже полоску то есть у нас и средний радиус охвачен и по бою тут и ну это пятерочка куда тут утку уйдет куда она здесь может испариться фигня это все бой хороший рабочий ровный бой сейчас устройство просто она стрельнула сколько но около десяти раз сейчас маленько постреляет конуса покатается и сами увидите плюс я хочу сейчас еще поменять заход маленько его попытаться все равно тирануть туда поставить посмотрим как с другого захода стреляет погнали давайте так вот фетр 32 грамма без контейнера четверка и глав патрон та же самая четверка также 32 грамма тоже без контейнерные посмотрим как два производства стрельнут отдельно оба не контейнерные прямо интересно 0 25 конус 33 метра опять же вот чем крупнее дробь мы берем тем мы видим как сами смотрите достаточное такое ну концентрации самодостаточное для того чтобы поражать нашу дичь но это четверка это заяц тетерев это кто-то уточку стреляет даже четверками то если она северная идет уже такая покрупнее по равномерности вообще никаких вопросов не возникает все четко концентрация 131 на планшете который вы видите видимое поражение да по сути это получается чуть больше 80 процентов и 125 это 80 процентов по-моему даже больше так а ну до 85 процентов ближе к тому по пара по этим тут еще опять же не обнулили некоторые плохо видно на бумаге так уже как встаешь потом видишь где что не обнулил но опять же вот два патрона разного производства фетр и азот практически два одинаковых выстрела равномерность наполнение соответственно все четко зачем приходить более кучному бою не понимаю вот многие стрелки которые начали смотреть наш канал и который раньше гуся долбили там ноль семьдесят пятыми там полными чоками перешли сейчас на ноль двадцать пять на ноль пять ну просто стреляет плохо а приходили наслушавшись спортсменов там или кого-то еще при это приходили к очень кучного боя и от этого кучного боя тупо мазали вот вчера разговаривал с человеком добыл шесть гусей ранее добывал то не одного то одного но максимум двух на протяжении восьми лет тут поехал использовал 025 добыл шесть гусей первый год вот смотрел ребята смотрели наш канал и решили изменить подход к охоту к настройке вернее оружейных систем 6 гусей добыл человек сидит за хрена слушал стариков которые постоянно чесали в ухо вот это все бери один 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 и два там кучные бой туда-сюда для чего ну ладно когда дистанция реально 60 70 метров но зачастую вы гуся бьете но чуть выше девятиэтажки девятиэтажка это 30 33 метра ну пусть до 40 вы стреляете гуся для чего вам там кошмарная кучность свои три дробины гуси так получит никуда он не денется пусть две дробины он получит ну прогуляетесь вы за ним ну сотку ну даже 500 метров он утянет но вы его зато собьете а более кучным боем люди он тоже разговаривал с человеком поставил устройство очень кучное 150 патронов папой расстрелял попасть не мог пришли плохо стреляет дал оружие своему карифану а он у него ну стендовик хорошо стреляет говорит что-то резкости нету не могу сбить тот стреляя гуси налетается от тот с этого руси того ружья начал снять от этот с этого спортсмен двумя выстрелами сбивает двух гусей до у одного гуся башка отлетела башка отлетела мне фотку когда скинули там шеи нет у второго гуся там просто одну в хлам он ему как в угон дал у него там просто вся задница все разбито вообще 8 дробин пришло в жопу гусю он ему правильно сказал вот этот человек спортсмен он говорит ты чё угораешь что ли мы стреляем гуся до полтинника нафига тебе такой бой что аж голова у гуся отлетает для чего ты стреляешь такой кучностью правильно сказал нормально потому что среди стендовиков есть гордили гордецы которые кричат что чоки от лукавого нихера не надо вот палит десятками тысяч патронов на стенде и даже думать не надо о том как ты ружья как это и ружье стреляет на этом балда это грамотный человек не должен так говорить а есть которые да правильно осмысливают видят разницу между стендом и разницу на охотах да когда не по заданной траектории смещается цель трудно разгадать ее гусь достаточно сложная цель в угловых смещается у него периметрия смещения прям лютое одна из самых сложных поэтому здесь всегда надо к этому делу подходить с умом и комфортно просто устраивать свои охоты идем дальше сейчас еще хочу поэкспериментировать вот самозарядный патрон товарищ димка мне дал пятерка сказал вроде 34 грамма по моему что ли он сказал там ее заряжал бесконтейнерные на двп пж и тройка азот сибирь в контейнере попробуем их еще стрельнуть мне конечно боя этого устройства очень нравится вот я любитель боя пошире потому что я на охотах знаете не люблю слишком напрягать свое внимание на дичь стараясь работать по дичи уже по факту когда я увидел что поднялась она гуляю по лесу с сынишкой часто на охоту вот именно ездишь а гуляя смотрю ну поднялся тетерев мне надо чтобы я поднял ружье выстрелил там все чтобы я там особо его не выцеливал я вот не люблю вот это знаете что прямо идешь и прямо где где тетерев где и вот он стал собак его вот я так не охочусь спокойно гуляешь отдыхаешь расслабляешься вот самозарядный патрон дима делал мне блок дал их можно будет нет нет ими стрелять потом на канале я считаю вот dvp все работает хоть dvp хоть не dvp все там четко устройство дает хороший бой по поводу троечки сибирь даже вот еще миша 2 не обнулил я не заметил да прям ну от разговаривать не о чем ребят если человек может не понимать что это хороший бой по тройке вот на зайца вы идете если диапазон необходимых дистанции 12-35 человек не понимает что это один из идеальных боев который может тройка в принципе дать то значит и он либо действительно где-то только на диване охотятся либо он просто не хочет вникать в этот мир вообще стрелковый вот и и он живет только для того чтобы его язык говорил одни только глупости все четко вообще все ровненько единственное что конечно постоянно я чуть ниже ленточки рисуют а так все тройка фетр в контейнере и без контейнера в левую мишень без контейнера 111 и 105 дробин и вот опять же замечаешь что без контейнерные четверки две стреляли да ну прямо офигенно здесь вот без контейнерную тройку стреляем просто тут дима вот что пятерку дал самозаряженную офигенно вообще то есть без контейнерка на этой параболе она прямо идет прямо на ура вообще что еще нужно вообще не понимаю это троечка это зайчик это гусь гусики га гусики тут вообще все четко очень ровный и очень хороший бой мне очень нравится это устройство я уже миши толкнул мысль что осенью на охотах чтобы он себе в мр-ку его прям пихал и даже не думал ни о чем другом прямо офигенно работает ничего выцеливать не надо вот бомби и бомби и все будет ништяк так тройка без контейнерная тройка контейнерная идем дальше фета роднерка контейнерная 36 грамм в левую мишень азот энерджи специал авто однерка 36 грамм в правую мишень 60 дробин и 74 дробин вот даже если мы вот столь порежет чуть-чуть наполнен ее пространство возьмем центр боя у меня сместился немножко вот вычерок прошел вот даже если мы вот так это возьмем и это увидим и то что тут 60 дробина всего их было 95 это что 35 дробин работают где-то здесь это всегда вам только плюс потому что зачем тут гуси так свое найдет для чего тут еще лепить там какие-то там чтобы вам наполняться вот смотрите я вам сейчас у сколько раз два три 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 давай уже наполнено но для чего они нужны вот эти то для чего если вы работаете 40 метров по гусю и стреляете уже с этой кучностью на дистанции 33 метра до 40 она конкретно категорично она не изменится но зато вы получите бой почти два метра с половиной в котором будет нормально поражающего элемента и гусь вы собьете даже если вы на метр промахнетесь в него вы собьете его но не каждый выстрел но второй пусть третий выстрел о собьет если вы именно до метра берете упреждение там я не знаю прицеливание неправильно понятное дело если гусь здесь а вы стреляете пять метров правее левее от него непонятно зачем непонятно куда не контролируя оружие не контролируя цель понятное дело что здесь вам поможет только тренировки знание практическое теоретические знания смотрите чаще наш канал работайте с профессиональными охотниками общаетесь получайте информацию какие упреждения в каких углах делать занимайтесь сами с оружием дома учитесь и осуществлять его непосредственный контроль холостая работа с оружием это 70 процентов минимум тренировок стреляя именно на тренировке по тарелкам или по гусям на охоте вы не научитесь как таковое вы не будет нет вернее вы может научиться не жизни но вы будете долго учиться чтобы быстрее научиться нужно очень много дома работать с оружием поэтому я считаю что это устройство вот оно дает вот этот бой и достаточно этого боя достаточно прям но даже если вам надо покучнее но возьмите вы другой патрон вот вам выстрел 74 дробина пришло на лист 33 метра при той ширине боя который может это устройство обеспечивать в принципе на мелких дробях и возможность с этого же устройства стрелять достаточно кучно на на дистанции 35 там метров к примеру вот с таким боем это же всегда только плюс поэтому это очень хорошо опять же вы по зайцу русаку идете к примеру или там беличок или он в каком-то части сезона поднимается там 12-35 зайц или он в принципе работаете его там 15-40 или вообще 20 ближе к полтиннику все вы подберите патрон просто и все и все у вас будет хорошо сейчас я еще однерками 36 грамм постреляем может еще кучнее даже найдем сейчас глав патрон однерка 36 грамм в контейнере в левую мишень и глав патрон однерка из линейки gold line то есть это ноль здесь написано это наша однерка 3,9 миллиметра и опять же приходим к какому выводу на хрена козе баян баян зачем зачем мы постоянно стремимся к излишне кучному бою вот с этим боем можно до 40 45 50 даже метров добывать просто легко вообще гуси не гуси а особенно гуси ладно там по угонному зайцу надо значительно кучнее то что там вот такая вот пусть там жопка допустим да она действительно может где-то в подранку уйти но гусь это конкретно смещающаяся цель которая на своих скоростях забирает дроби в два корпуса вот с учетом остаточной скорости дроби в снопе да у вас гусь проходит пройти успевает почти два корпуса по снопу вы поймите одно что выстрел вверх и выстрел по горизонту совершенно разные выстрел даже с точки зрения баллистики не будем брать контакт с целью да у вас по горизонту выстрел у вас влияет на остановку дроби только только сопротивление атмосферы воздуха да то есть атмосферные показатели а когда вы стреляете вверх стреляете у вас сопротивление земли плюс сопротивление атмосферы воздуха у вас уже получается два показателя работают на то что ваша дробь будет терять скорость поэтому когда вы стреляете вверх вам нужно всегда понимать что настройка вертикального выстрела в корне отличается от настройки горизонтального выстрела работа по зайцу это совсем не одно и то же что работа по гусю гусь его наоборот вот взял пошире и бей не надо там стремиться к чересчур кучному бою если вы не профессиональный стрелок в этом предмете охоты 75 дробин прилетела перекрыто просто вся весь планшет перекрыт по сути а здесь вообще 87 дробин прилетела у вас на эмэрке я вам скажу что ваш штатный чок на эмэрке хуже чем эти два выстрела у большинства из вас полный чок 089 или там единица получается сужение стреляет хуже чем это 025 устройство вот там 025 конус она кучнее стреляет но крупные дроби чем ваш полный чок и это все благодаря параболическим конусам которые на сегодняшний день начали уже тоже набирать обороты потому что производство их которые патентовали они все-таки их исследовали и поняли в какой части парабола должна быть круче по ложе и так далее короче раскусили смысл работы системы и прям начали ее применять но американский народ он такой то есть своеобразный поэтому на нем что-то тестить плюс там нет ни одного канала которые будут именно глобально мог бы это все изучать такого как наш канал поэтому все больше и больше американские производства начинают любить тестить все нововведения свои на наших эмэрках и на канале чок-чок давай сначала вы там у себя обкатайте короче чё там комментарии давайте потом будем дальше двигаться там уже на берета бенели сверлить и так далее ну вот поэтому мы с вами зачастую будем просто первопроходцами во всех этих начинаниях и это же тоже хорошо мы одними из первых будем смотреть и изучать вот взять даже black snack да в америке вообще black snack еще нет никто не стрелял а у нас уже тестовая группа охотников black snack и у нас взяли и стреляет радостные посмотрели это одни ручка 36 грамм главпатрон обычный дешевый который и собственно говоря идем дальше два ноля азот энерджи в левую мишень и два ноля башери пилагри 40 грамм это это обозреваем дачу обозревать но все четко но это два ноля это конус 0 25 он создан вот стрелять там для человека который особенно плохо стреляют люди там того же там зайчика если русака где-то на коротке два ноля кстати на коротке даже получше однерки порой объясню почему количество поражающего элемента во-первых зайцу хватит и одной дробина одну дробину здесь себе всегда найдет вот а во-вторых поскольку он немного поражающего элемента на близком выстреле меньше разбиваешь поэтому тоже как вот и играть поражающему количеством поражающего элемента тоже можно и зачастую вы оцениваете номер дроби просто как бы вот такое ощущение как будто просто похвастаться ну ты пришел семеркой настрелял 30 уток я пришел пятеркой настрелял уток что ты лучше меняшь какая разница каким номером дроби это был но зато у тебя семерка сто пудов в каждой 2 утки там дробина останутся а у меня будут все на вылет и все и когда будем мисты выжду бы ломать а я буду радостный улыбаться и кушать спокойно удочку и все еще посмотрим кто кто лучше для себя применил поэтому тут еще не понятно вообще но что лучше что хуже и я считаю что и право будет идти и тот и тот человек ты прав потому что ну ты так хочешь ты так делаешь но какая разница как ты делаешь для меня если тебе так хорошо ну и молодец ты настрелял 30 суток семеркой да красава вообще все а я не хочу семерка я пятерка чё я от этого хуже тяжело да нет все мы с тобой нормальные люди постреляли поохотились добыли все поэтому здесь споры я считаю излишне когда вот начинает дебаты разводить там по 50 страниц на форумах одно и то же из пустого в порожнее переливает там спорят к чему лучше утку стрелять и кто-то вообще тройкой стреляет я вам говорю стрелять побольше чем вы семеркой настреливаете в якутии мне фотки скидывают и по стогу или уточек за день добывает и побольше и тройкой стреляет и не парится вот киксик воткнули фулочку 053 или xf 063 еще и уточка только успевает падать все здесь посмотрели здесь у нас 56 дробин но я опять же игра боеприпасом надо вам пошире стреляйте так как слева надо вам чтобы вот прям по гусю долбить к примеру или угонный заяц да там дистанция до 45 метров вот бой 2 0 я вам говорю вам такого качества бой не даст даже ваши что ваш штатный чок хотя ваш штатный чок на и мрки 089 мы конечно может дать если вы желтый жесткий резло дыр там вы подбираете патроны четко вы сами их снаряжаете вы там заморачиваетесь настраивайте систему так об этом и речь о чем мы и говорим у нас на канале как можно что-то добиваться не работая системой не стреляя по бумаге вы ничего не добьетесь слушая бестолочей которые вам просто говорят а вот по тарелкам стреляем не надо вообще по бумаге не работая системы ничего не настраивать так иди охоте ну бестолочи учу я ну как еще их назвать то ну было бы конечно но можно было бы молчать об этом если бы они не совращали бы молодежь а то же молодежь потом тоже сиди я сам открою ничего не хочет ни соображать не понимать поэтому в любом случае думайте всегда своей головой не чужой чужой зачем думать головой ваша своя есть не забывайте об этом 56 прилетела но здесь вот конкретно хоть угонный тебе зайчик хоть тебе боковой но если вы выстрелите 20 метров допустим в расшибете вы этого зайца в хлам таким боем опять же но 2 0 очень редко зайца охотится снова ты используя дробь по гуменнику вот поэтому ну по крайней мере у нас но исключительно для гусятников все-таки решили выстрел сделать на 40 метров еще парочку однерка 36 грамм главпатрон в левую мишень и обычный который главпатрон контейнерный 36 грамм однерка и 0 36 грамм значит главпатрон линейка голлайн но это наша однерка другими словами так ну и соответственно делаем для себя выводы что до 40 45 метров при навесках 36-40 грамм можете брать 40 грамм будет чуть покучнее это устройство спокойно работает по гусю прям спокойно этой кучности хватит и вы сможете добывать без проблем вообще 53 дробина здесь пришло так это прикиньте что остальная дробь целых 43 дробина вот здесь вот еще работает вот я чуть выше взял то есть вот такой сноб идет на 40 метров то есть центр боя он примерно вот здесь вот был чтобы вы понимали и вот это вся вот шапка она летит прям вот на гуся и даже если вы промахнулись он тут тут где-то оказался здесь там здесь здесь она в любом случае вода будет всегда проще широким боем стрелять здесь кучни выси 77 дробин какие могут быть вопросы к тому чтобы использовать 0 25 и параболические конуса на гуся на дистанциях до 50 метров до вообще никаких сто пудов он прям будет бить без проблем я же говорю что у вас на и марках штатный чок таких результатов не покажет на 40 метровой дистанции только если вы прям подбираете боеприпасы желко жестко релодить и там да а так прям приезжайте покажите посмотрим поискаем оскорни картечь 5,6 35 грамм и фетровская картечь 6,3 38 грамм ну как устройство универсальное в принципе что здесь о чем речь всегда вы косули стрельните там до полтинника этого боя хватит легко на чем тут говорить какая косули тут без проблем до 50 метров вы ее заберете здесь принципе тоже не вижу ничего невозможного мы стрелять даже до полтинник это картечь 6 и 2 вполне себе нормальный бой именно с учетом универсальности да то есть она может стрелять картечами конечно специализированные устройства под картечь такие как икс баки кириллф как карлсонс бакшот они конечно же бой дадут покучнее все это правильно но именно вот с позиции универсального это устройство очень универсально вообще никаких вопросов пойдемте делать выводы в общем постреляли мы вам карлсонс спортинг лайс линеечку импровид цилиндр 025 повторюсь что это параболический конус с предстабилизационной частью со стабилизатором все эти устройства потом как-нибудь в отдельном видео каждый конус разберем поговорим более детально как они работают на сегодняшний день я вам показал все как что это устройство может делать на разных номерах дроби так что смотрите определяйтесь и так далее делайте свои выводы но мы с вами не прощаемся здесь нравится как мы работаем ставьте лайки подписывайтесь на канал и включайте колокольчики чтобы не пропускать наши новые серии всем пока и